Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня будем готовить кабачковые оладушки с курицей и сыром. Для этого блюда нам потребуется, конечно же, кабачок и куриное филе. Муку я буду брать цельнозерновую, можно белую, высшего сорта. Яйца одно или два. Сначала добавляю одно, потом, если нужно, добавляю второе. Твердый сыр. Я взяла вот такой вот с паприкой. Он очень вкусный. Но берите любой твердый сыр, который вы любите. Чеснок этот для соуса. Соль и специи. Из специй я добавлю только гранулированный чесночок. Все, вроде бы все. А, ну можно еще добавить зелень по вкусу, если хотите. Наверное, я добавлю нарубленный чеснок. Просто не достала его из холодильника сейчас. Первое, что хочу сделать, так это мелко нарезать курицу. Курочку нарезаю максимально мелко, насколько у меня это получится. У меня филе полностью разморозилось. Чтобы было удобнее его нарезать, можно не полностью разморозить. И тогда очень удобно будет нарезать его мелким кубиком. Курочку нарезала. Теперь нужно натереть на мелкой терке кабачок и сыр. Я буду натирать в кухонном комбайне, чтобы побыстрее это все было. Если хотите, можете даже добавить в состав несколько зубчиков чеснока. Добавляю сюда натертый сыр и кабачок. Добавила сюда зелень. Теперь это все солю. И добавляю гранулированный чесночок. Теперь вбиваю одно яйцо. Ну и я думаю, что второе тоже потребуется. Но сначала перемешаю. Муку добавляю в самом конце, когда уже вижу консистенцию вот этого всего. Добавляю второе яйцо. Эта масса не должна быть слишком жидкой. Чтобы вот прям жидкость из нее не капала. Я думаю, одной или двух столовых ложек муки сюда будет достаточно. Сначала добавлю одну. Потом вторую. Может быть вторая и не потребуется. Можно попробовать жарить. И потом посмотреть, получаются ловушки или нет. Если они разваливаются, можно добавить еще муки. Я вот пока добавлю вторую ложку. Попробую жарить. И возможно добавлю еще. Хотя по консистенции я вижу, что вроде бы все должно быть нормально. Все, получается вот такая вот масса. Давайте приступать к жарке. Разогреваю сковородки. Огонь для жарки чуть ниже среднего делаю. Наливаю подсолнечное масло. Рафинированное. Ну а там жарьте на том масле, на котором вы привыкли. Рафинированное масло. Рафинированное масло. Получаются у нас вот такие кабачковые оладушки. Пока они готовились, я приготовила к ним сметанный соус. Это обыкновенный сметанный соус. К сметане добавила соль, немного копченой паприки, измельчила зубчики чеснока, а также добавила чеснок в виде зелени. Самый обычный, но очень вкусный соус. Лично я обожаю кабачковые оладушки и готова их кушать и на завтраки, и на обед, и на ужин, поэтому очень часто готовлю. Получается очень классное блюдо. Советую и вам попробовать, и насладиться этой вкуснятиной. Большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч, пока-пока!